Здоровья, вебинар, на который каждый и каждая из вас сможет узнать те факты, те знания, те моменты, которые помогут вам сохранить здоровье ваше и вашей семьи на долгие годы вперед и сделать так, чтобы действительно качество жизни повысилось, чтобы вы могли получить удовольствие от каждого дня, потому что вы каждый день чувствуете себя хорошо. И давайте не будем долго тянуть, да, я представлюсь, меня зовут Анна Козловская, я являюсь золотым директором компании Reflame, но сегодня наша тема не про косметику, не про бизнес, сегодня мы говорим о здоровье и почему же об этом говорю я. Последние 5-6 лет примерно я занимаюсь очень глубоко в процессе изучения влияния питания на здоровье человека, в развитии здорового образа жизни и все это пришло ко мне не случайно. Когда-то я познакомилась с серией Wellness, познакомилась с людьми, которые ее создавали, познакомилась с различными профессионалами в этой сфере и за эти 5 лет я получила огромное количество, прошло огромное количество образовательных программ в этой сфере. Я обучалась с Натальей Таран, это главный педиатр Российской академии медицинских наук, это Ольга Григориан, ведущий специалист Российской академии медицинских наук, и команда профессора Сига Стена, это Швеция, институты Гелиоса, которые занимаются вопросом изучения питания на образ жизни человека. И там же Швеция получила право преподавания здорового образа жизни и правильного питания. Ну и конечно еще много чего. Но, наверное, самым главным является не те сертификаты, которые я перечислила, а то, что я все, что сегодня буду рассказывать, практически ежедневно пропускаю через себя, через свой образ жизни, и вся моя семья также старается следовать тому, о чем я вам сегодня расскажу. Поэтому сегодня, в общем-то, в вебинаре, в течение часа расскажу вам весь тот опыт, который я собрала за последние 5-6 лет, постараюсь сместить, у меня это редко получается, ровно в час, но я буду очень стараться. Итак, а с чего же мы с вами начнем? Давайте посмотрим, какие факторы, по мнению Всемирной организации здравоохранения, влияют на то, как мы себя чувствуем. Зачастую мы сами говорим, что сейчас здоровье ухудшилось, потому что экология очень плохая, потому что медицина очень плохая. Вот такие факторы я слышала от этих детей, с которыми я работаю в основном. Но по факту, посмотрите, какая интересная вещь. Медицина влияет на то, как мы себя чувствуем, всего лишь на 10%. То есть количество аптек, длина очередей в поликлиниках, качество обслуживания и так далее, это все влияет на всего лишь на 10%. Поэтому говорить о том, что мы сегодня плохо себя чувствуем, просто потому что у нас врачи на смерти не очень хорошие, это неправильно, потому что врач сегодня может помочь только тому человеку, который сам на правильном пути. Но если он следует совершенно не тем рекомендациям, которые выдает врач, то бесспорно ничего ему не поможет. Конечно, медицина имеет влияние на всего лишь на 10%. Генетика, наследственность. Да, есть заболевания, которые передаются нам по наследству. Есть проблемы, которые мы получаем от родителей, но всего лишь на 20% наше здоровье зависит от генетической составляющей. Экология, окружающая мирность. Да, конечно, очень важно, где мы живем, в какой стране. Например, в корне, конечно, будет отличаться состояние здоровья. Ну, например, в стране, в которой очень много промышленности, или страна, которая живет за счет сельского хозяйства натурального, да, потому что нет заводов, нет выбросов. Даже в одном и том же городе, в разных районах, будет разное качество жизни. В заводском районе, где много заводов, фабриков, и качество жизни человека, который вовлет, там, парка, допустим, в экологически чистом районе города, конечно, будут отличаться. Но экология тоже сейчас очень жестокая. Для нас, конечно, этот фактор играет вообще далеко не последнюю роль. Мы с вами все живем в зоне, большинство из нас, да, я смотрю просто по флагам, да, большинство из нас живет в зоне бывшей чернобыльской катастрофы. И, конечно, экология оказывает влияние, и мы должны от нее защищаться. Но она оказывается, опять же, на 20%. И на 50% на то, как мы себя чувствуем, на то, как мы выведем на состояние нашего здоровья, влияет наш образ жизни. Что такое образ жизни? Это наше питание, это наша физическая активность, либо ее отсутствие, это наличие или присутствие вредных привычек, это сон, это ежедневное потребление, либо непотребление витаминных добавок. Все это наш образ жизни. Ну, конечно же, наши отношения к окружающей жизни, это настроение, ныне правильно реагировать на связь, в общем-то, все это образ жизни. Так вот, смотрите, наш образ жизни на целых 50% влияет на наше здоровье. Это вот мы себя чувствуем. На половину наше здоровье, по меньшей мере, на половину наше здоровье в наших руках. Вот смотрите, на медицину как бы мы ни старались, как бы мы ни обсуждали, ни осуждали, мы не повлияем. От того, что мы будем обсуждать, мы не станем лучше или хуже. Но какая есть, такая есть. Генетика точно так же. Если уже есть какая-то проблема с рождения, она есть. И мы никак не повлияем на это уже. Единственное, что с генетикой очень часто люди путают, если заболевание появляется у ребенка в 10 лет, в 15, в 25 взрослого человека, такое же, как было у его мамы или у папы, это не наследственное заболевание. Наследственное заболевание – это то, которое передалось по наследству сразу при рождении. Если оно появилось потом, то это не по наследственности передано это заболевание. Его могло бы не быть. А возникло оно по той простой причине, что ребенок полностью наследовал тот образ жизни, который вел его родители. Например, те же неправильные привычки в питании, неправильный режим и что-то еще привело к точно такой же болезни, как была у мамы или у папы. Поэтому, когда вы говорите о том, что у меня это наследство, но там 3 лет появилось, у моей мамы тоже 3 лет появилось, то это не по наследству, это просто потому, что вы ввели такой образ жизни, который привел к такой же проблеме. Но фактически на генетику превращение не повлиять. На экологию мы тоже повлиять никак не можем, к сожалению. Но к концу сегодняшнего вебинара мы будем знать, как хотя бы защититься. В этом году мы не можем повлиять на генетику тоже. Но сегодня по итогу вебинара мы будем знать, во-первых, какой образ жизни поможет вам сохранить ваше здоровье. А во-вторых, как защититься от экологии. То есть к концу вебинара вы будете знать, как на 70% держать здоровье под контролем. Я думаю, что это хорошее показатель, на 100% как мы видим невозможно, но 70% это очень весомая часть. Если мы на 70% будем здоровье под контролем, то мы можем видеть очень-очень большую долю вероятности, что все-таки мы получим тот результат, от которого нам входит. Итак, образ жизни. Какие составляющие входят в образ жизни? По мнению, опять же, все то же самое, всемирно, и здравоохранение. Было выделено 4 группы факторов, которые помогают нам сохранить здоровье, помогают нам сохранить долголетие. Эти 4 группы факторов, вот они перед вами сейчас. Это питание наше с вами, это активность физическая, либо ее отсутствие, это высококачественные пищевые добавки, которые рекомендуются применять ежедневно, только правильно выбирать. И, конечно же, позитивный настрой, умение правильно относиться к стрессу. Вот в этих 4 направлениях, если вы сейчас действительно пришли на выбор, не просто ради интереса, если вы действительно хотите поменять свой образ жизни в сторону здорового, прямо сейчас дают все панельочки. 4 группы факторов, на которых вам нужно обратить внимание. Питание, физическая активность, витаминные добавки и умение позитивно мыслить. Это те 4 группы факторов, с которыми вам необходимо работать. Каким образом работать? Давайте начнем с первой группы, это питание, потому что, как правило, для многих людей именно это и для этого самое сложное. По той причине, что многие люди не понимают разницы между питанием правильным и неправильным, принимают неправильные продукты за нужные, принимают, наоборот, нужные продукты за неправильные, не могут это сбалансировать. Как-то вот этим все как-то слишком сложно, они кидают под литву засею, начинают питаться как есть. А на самом деле правильное питание – это максимально просто. Вот если сложное, что-то значит уже питание неправильное. Питание правильное, но очень-очень простое. И сегодня давайте мы с этим разберемся. Какое же питание мы можем считать правильным и почему мы с этой группы факторов начинаем? Бесспорно, крепкое здоровье, но есть правильное питание. Питание, в слове питание, корень питает наш организм. Питает наш организм необходимыми элементами. Помните, первая мудрость, человек есть то, что он ест. Это не исключительно, так говорили наши клетки, потому что действительно из того, что мы кушаем, мы из этого и строимся, образно говоря. Эти слова не пустые. Впоследствии на эту цифру 300 миллиардов клеток ежедневно, каждый день производятся в нашем организме. То есть вот мы сами проснулись утром и до следующего нашего проглубления, до сутки, вот такое огромное количество клеточек в нашем организме родится ново. Клетки внутренних органов, клетки кожи, клетки волос, клетки ногтей. Все, 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 мы полностью стоим со мной без клеточек. И вот эти вот клетки, они не могут рождаться из воздуха. Вот они как раз и строятся из того, что мы с вами кушаем. Из нашего питания строятся наши клетки. То есть если мы едим чипсы, то мы с вами построены из чипсов. Если мы едим гамбургеры, то клетки наши из гамбургеров. Я это говорю очень сейчас пока в шутливой форме и образно. Сейчас мы разберемся, чем же это опасно и к чему это ведет. Итак, для того, чтобы клетки строились правильно, наше питание должно быть тоже правильно. А правильное питание – это не невкусное питание. Правильное питание – это не питание без жиров, как многие думают, или не питание без углеводов, как многие думают. Правильное питание, это сбалансированное питание, в котором все присутствует на правильном количестве и ставленном источнике. Все присутствует. Что же такое все? Есть две группы элементов. Это макроэлементы, как это должно быть питанием, и микроэлементы. Макроэлементы – белки, жиры, углеводы. Микроэлементы – витамины, минералы, вода. Замечайте себя, пожалуйста, для того, чтобы вы себя чувствовали хорошо, ежедневно в вашем сон должны поступать. Макроэлементы – белки, жиры, углеводы и микроэлементы – витамины, минералы, вода. И вот как правильно, и как правило, именно на этой мутарке люди, когда понимают это, кидают в свою душе правильно питаться. Потому что очень сложно разобрать, сколько же должно быть, на первый взгляд сложно разобраться, сколько же должно быть их влеводов, жиров, белков, откуда вообще есть эти витамины, минералы, какую воду пить, как это все считать. И, в общем-то, обычно до этого места человек заходит в изучение просто правильного питания и ставит точку. Вот мы с вами сегодня узнали, насколько это просто. Насколько просто сделать так, чтобы у вас ежедневно все поступало в нужном количестве. Как этот процесс попростить? Потому что, знаете, я много таких в таких источниках обучалась, и процентов на 70 из них делают испытание, целую науку, очень-очень сложную. Которая, конечно, если ты не нутрициолог, не медведик, она тебе не подвластна просто становится. Либо такие решения предлагают, которые просто в жизнь повседневную человеку не в клинике с ритмом жизни, вот с сегодняшним повседневным. Поэтому я сегодня буду давать решения не сложные, простые, которые каждый человек может в повседневную жизнь свою вставить, нарушив ее такого привычного темпа, но при этом получить хороший результат. Итак, первая группа элементов – макроэлементы, белки, жиры, углеводы. То есть, для чего они? Когда мы понимаем, для чего-то, да, мы понимаем, как бы хочется это кушать, да? Белки. Белки влияют на рост и развитие организма. Отличаются иммунную функцию, гормональная функция, гормонная основа – это белки. Если мы берем конкретно клетку, по которой мы говорим, то есть, у меня в ростах рождается каждый день. Буду вот, возьму нашу... Офу, да, я донесит нашу, ну, да, ничего страшного. Значит, представьте, что это клетка кругленькая. В клетке есть оболочка, вот она, оболочка. Так вот, эта вот оболочка на 70% состоит из аминокислот. А аминокислоты – это и есть производная белков. То есть, смотрите, мы когда съедаем какой-то белок, например, птицу, рыбу, яйцо, понятно, что не с яйца как такового строятся с аминокислотой клетки. А нужно вот что-то преобразоваться в организме, чтобы клеточка, с аминокислоты начала строиться. Вот она преобразовывается в аминокислоту. Так вот, аминокислоты, кстати, на 70% из аминокислот вот этих вот. Вот смотрите, если в нашем питании нет белков, то наши клетки на 70% не с чего строятся. Почему, кстати, на первом месте белки? Потому что сейчас строку во всем питании, что у людей в питании очень-очень мало белков, очень мало белков, но и много других элементов. Поэтому основа питания человека должна быть белковая составляющая. Белки бывают разных источников, да, я думаю, что вы знаете, бывают животные, растительные белки, и мы сегодня с вами познакомимся с ними. Это очень важно, чтобы вы понимали, что абсолютно все клетки, вот смотрите, все-все клетки, ну, как можно, например, поговорили с вами про клетки, про клетки внутренних органов, да, которые строятся из белка. Клетки внешние наши, да, кожа. Вот смотрите, клетка волос, клетка ногтей, которые тоже строятся из белка. И клетки иммунные, то есть клетки, которые защищают наш иммунитет, они тоже белковые на 70% состоят из белка. То есть если у человека слабый иммунитет, то причина того, может быть, даже не там, не то, что он мало кушает витаминов, или он мало занимается спортом, или что-то еще просто произвелся на спорте и сделал. Просто организм элементарно не пытает белков, и не с чего строится вот этим вот антителам, как защищать нас от вирусов. Белок, это основа, его должен быть обязательно, и рекомендация комбинировать и животные спортики белка, и растительные. То есть нельзя ограничить столько животных, если вы кушаете столько мяса, то у вас не будет норм по белкам. Обязательно комбинируйте, добавляйте растительные. Это бобовые, это грибы, это зеленые растения, такие как спаржа, брокколи. Вот такие вот моменты обязательно добавляйте, потому что они быстрее усваиваются. Белок, это основа. Если нет белка, то у вас будут проблемы и с волосами, вот они выпадают усиленно, и кожа, да, молодость кожи, коллагенные волокна, они тоже белкового происхождения, и много-много других моментов. То есть белок, это основа, запомните это, пожалуйста, он должен быть. Другое то, что мы сегодня с вами изучим, откуда же его получать максимально просто и быстро. Второй момент – жиры. Вот многие считают, что когда мы хотим прийти в форму, жиры не нужны. Жиры нужны всем, обязательно. И как раз-таки нужны, в первую очередь, которые хотят построить месть, потому что если мы не будем давать правильный жиров, у нас как раз-таки будет все время срыв с правильным питанием, нам будет хотеться вредных продуктов. У жиров масса функций. Строительная функция, энергетическая, теплоизоляционная функция. И если мы говорим про клятку, давайте к ней вернемся. Вот ее оболочка, которая на 70% состоит из белков. 30% клеточки, 70% клеточки состоит из жиров, правильно. Она придаёт, жиры придают темечке упругость. То есть если жиры не поступили, то клетка неполноценная. Белки на сноргии, жиров нет. Клетка неполноценная, получается, она очень хрупкая. Вот представьте, допустим себе, вот хорошо, знаете, что отображает. Вот такая реклама была даруна на блендомет. Там скорлупу яйца, намазывали, значит, там этой пастой, сколько там она времени лежала. И потом вторую скорлупу не намазывали. И потом ее там как-то били. И когда скорлупа не намазывали, она быстренько трескалась. А вторая, нет, она вот была такая вот крепкая, да, и не трескалась. Так вот точно так же, в принципе, сенка наша, опять-таки, если белков достаточно, вроде бы сенка выстроилась, но она хрупкая, не эластичная, понимаете? И любой какой-то внешний агрессор, где-то вирус, он легко может разрушить эту вот сеночку, потому что она не эластичная. А если есть вот эти вот калильные жиры, то сеночка эластичная, и получается, что это внешний агрессор, он вроде хочет разрушить, но сеночка продевается под ним и отталкивает его, и дальше продолжает существовать. Агрессор не попал. Поэтому очень важно, чтобы сенка не жиры. Вот сейчас хочу, чтобы вы поняли, что без этого вообще никак никуда. Приведу последний дом, вот пример такой хороший, да. Представьте, что вы строите дом кирпичный, и для того, чтобы его построить, нам с вами необходимо, ну, там фундамент уже лежит, все в порядке, нам необходимы кирпичи и вот цемент, который мы смазываем между этими кирпичами. Вот белки – это кирпичи, жиры – это как цемент. Представьте, что на стройку привезли кирпичи, а цемент забыли. Можно построить стенку? Можно. Мы будем класть кирпичный кирпич, нам будет шататься, она будет строиться, но первый же ветер – и стенка разрушится. Представьте, что нам может привезли к цементу, нет кирпичей. Можно построить стенку? Да, можно, наверное, какую-то форму как-то цемент заливать, в порядке это будет очень долго, и опять же, это будет подвержено разрушению любого. Поэтому белки плюс жиры – это как кирпичи плюс цемент. Без них невозможно. Когда они в паре работают, построить полноценную клетку. Это должно быть обитательно. Но жиры правильные. Правильные жиры – это не насыщенные жиры, омега-3, жирные кислоты. А именно, они содержатся в жирных сортах рыбы, в льняном масле, в орехах, вот в таких вот продуктах содержатся жиры правильные. А не в том, в чём мы привыкли. То есть не в майонезе, ни в коем случае. В майонезе неправильные, жиропастные, которые мы тоже посмотрим ещё сегодня с вами. Они в красном мясе. Красный мяс вообще рекомендуются ограничивать. Кушать всего один раз в неделю, одну порцию размером 200 грамм. Вы пить или слимина, говядина, сейчас, наверное, расстроились. Но заменим. И вы знаете, что чем больше вы даёте организму правильных жиров, тем меньше его тянет к неправильным. Это закон. Ну и углеводы. Углеводы, они в составе крепких мест в стенке, но они дают нам энергию. Они позволяют нам с вами просыпаться, активно себя чувствовать хорошо, то есть дают нам энергию. Не случайно была такая мудрость, ну и мудрость примета скушать перед экзаменом шоколадку, чтобы тебе лучше думалось. Действительно, углеводы стимулируют нашу мозговую активность, нашу физическую активность. Но углеводы не должны быть из шоколадки. Шоколадки быстрые углеводы, которые дают нам энергию на 5-10 сантиметров, и потом, наоборот, забирают. А есть углеводы, которые позволят нам себя чувствовать хорошо и думать хорошо о других, например, фрукты, овощи, крупы, да, то есть если под экзаменом скушаете тарелку, например, гречки, яблочко, там будут думаться прекрасно, гораздо дольше, чем после кусочка шоколада. Вот это макроэлементы, они должны поступать к нам там ежедневно, обязательно. Белки основа, жиры дополняют и углеводы для энергии. Так вот, знаете, в чем проблема? В современном питании. Вот, показываем, я же статистику. Сейчас в питании не какого-то отдельного региона, а всего мира в целом, катастрофически мало белка и необходимо вот этих вот ненасыщенных жиров. То есть люди практически не как красную рыбу, ветки, орехи, не много масла, но вы, думаю, что вы на своем мере в этом убеждаетесь. Белок, да, точно так же, мы мало кушаем того, если держится качественный белок, но при этом очень много быстрых углеводов. Что такое быстрые углеводы? Хлеб, белый хлеб, рис белый, картошка, макароны, булочки, конфеты и все вот эти вот вещи. А мед, это не быстрые углеводы, но он, его много кушать нельзя, потому что он, когда много кушаешь, он может вызывать аллергическую реакцию. То есть это полезный тип углеводов, но ни в том числе нельзя злоупотреблять. Вот. Поэтому вот такая вот проблема, что у нас сейчас по макроэлементам дисбаланс, у людей нет основы белков и жиров, там много углеводов, которые дико плохо войдут в эту природочную железу, сейчас развернемся позже. Плюс ко всему еще есть и нехватка по микроэлементам, по витаминам, по минералам, потому что спрос на простыне во фруктах и овощах. Вот такая вот проблема. Вот почти следующий слайд показывает нам эту проблему более глобально. Посмотрите. Красным цветом обозначены те страны, в которых более 80% населения имеют проблемы, такие как избыточный вес, либо болезнь сердца, сосуды, сосудов, либо сахарного древес, либо онкологии. Красным цветом это примерно 40% земного шара. Ярко-желтым помечены те страны, где от 40 до 60% имеют эту проблему, это тоже очень много. Это тоже очень много, это тоже огромное количество стран. Светло-желтым те страны, где от 20 до 40% имеют эту проблему. И совсем уже бледным, где меньше 25% так чуть не осталось сегодня на земном шаре. Об этом стоит додуматься, и действительно сегодня очень сильно изменилось качество на перекачество питания, и из-за этого пошли вот такие проблемы. То, к чему, те прогнозы, которые сегодня дают нам всемирный бюджет правоохранения, говорят о том, что если в последующие 5 лет человечество ничего не изменит в своем питании, то 80% населения будет иметь такие заболевания, как онкология, сахарный диабет или ожирение. Я думаю, что ни одно из заболеваний никому абсолютно не нравится, цифры страшные, цифры ужасные. И, конечно, мы с вами сегодня в этой комнате, мы не все человечества, но если во всяком случае те вещи, о которых я буду говорить, вы для себя, или что если вы не пьянете, то во всяком случае вы можете быть спокойны здание, здоровье человечества, здание, здоровье всех, здоровье своей семьи, вы можете быть спокойны, меньше беспокоиться. Итак, организм. Мы с вами рождаемся, наш организм, конечно, с непонимания, с самого первого дня, что это очень сложная система, однако, сегодня насте и не знают, что внутри очень много чего происходит, наши внутренние �とな, наш организм, это как завод. Как на обычном заводе внутри очень много каких-то устройств, которые Следующие операции делают, да, которые делают какой-то результат, которые работают. Также у нас очень много систем, очень много устройств, сердечно-посудистая система, нервная система, пищеварительная система и так далее, и так далее. И вот смотрите, давайте на какие уставы посмотрим. в завод, допустим, в завод по производству каких-то деталей, гаечки, болтики, которые делаются, боюсь ошибиться, ну, еще без какого-то металла. И есть такая установка, в которой этот металл заливает, он подводит определенную операцию и вытачивает потом из этого металла гаечки, болтики. Вот скажите позже, придет ли в голову хоть одному человеку, который работает на этом заводе, вместо металла залить в эту форму, ну, например, дерево, или, например, пластик, ну, что-то другое. Нет, потому что устройство тут же выглядит из строя, мало того, что детали не получатся на выходе, так еще и механизм сломается. Но когда мы наш организм даем нашему организму не те продукты питания, мы поступаем абсолютно точно так же. Когда мы даем ему не то, что нужно, мы даем сбой нашим системам. Просто вопрос в том, что механизмы, которые на заводе, это искусственно придуманные механизмы, они не пытаются рожатка, им дали, и они тут же вышли из строя. Наш организм – это система, которая очень старается поддержать нас и пытается нам помочь выжить. И если вы сразу сегодня скушаете за сам пакетик чипсов, то тут же вам не станет плохо, организм не выйдет из строя, но он уже будет чуть поврежден. И сбой организм начинает развивать через 5, 7, 10 более серьезные. Через год менее серьезные, потеря энергии, мы начинаем уставать среди нерабочего дня, у нас слоятся ног, волосы, секутся, такие вот моменты будут возникать. Нам кажется, что это нормально, это же у всех так. А на самом деле это первый сигнал, на который осталось что-то обратить внимание, чтобы через 5, 10 лет наш организм не выше устроен и получил более серьезные заболевания. Сегодня, я уже называла имя Ольги Николаевны Григоряна, это ведущая научно-патрульник «Ни питания раунд», и из вас посмотрит телеканал «Россия», она же там программа о самом главном. И как раз таки она предоставила очень интересную статистику, с ней люди привыкли говорить, что да, 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 конечно, наша продолжность жизни зависит от нашего образа жизни. Нельзя перелить, нельзя пить, я не пью, не беру, значит, я долго проживу. Так вот, видите, какие страшные цифры. Да, видите, сегодня в России в алкоголе, в алкоголе очень много людей умирает. Это еще 12% смертности, это все, что это для алкоголя. 12% причины в алкоголе. Но посмотрите справа, нет сбалансированное питание, то есть оно есть вроде бы, но мало другого, допустим, много жаров неправильных, много углеводов, то есть нет баланса между элементами. И второй пункт, избыточное питание, когда то есть много, и за это начальность получает ожирение, вроде бы и того, что нужно, но просто много. Вот суммарно эти две группы, мы называем их, в связи, неправильное питание. Причинам неправильного питания 13-13,5% за 25% населения в России сегодня умирает. Это больше, чем из-за алкоголя, табакокурения, представляете? То есть если в странах неразвитых люди умирают из-за нехватки подовольствия, из-за того, что у них нет хорошей питьевой воды, из-за антисанитарных условий, то есть то, что в таком случае таких не зависит, то у нас, в общем-то, все есть, поэтому у нас как-то получается так, что мы как-то сами себя убиваем. Вот вы как раз-таки делали выбор в пользу либо вредных привычек, либо неправильного питания. Посмотрите, как сегодня питание влияет на качество против жизни. Проблемы какие? Проблема в том, что первая проблема – много калорий потребляем, больше, чем нужно. Сейчас продукты, например, снигерс, например, да, вот, например, шоколадка, давайте, не буду называть марки, шоколадка. Вот, меньше, квадрат, 550-600 калорий. Это очень много, это много, это пятая часть того, что вы должны на сутки потребить. Но в ней нет вообще правильных белков, правильных жиров, правильных углеводов, витаминов, минералов. То есть вы вообще не дали организму то, что нужно, съем вот эту шоколадку. И он будет спросить, когда организму не хватает этих элементов, он нам не говорит, Оля, Ира, дай белка, Оля, Ира, дай мне витамина В. Он говорит, просто есть я хочу, голод мы чувствуем, голод. Когда мы чувствуем голод, мы Gobierno, что? Ну, например, съели бутербродик, еда и его, снова организм понимает, там, полчаса, часы походит, он снова говорит, голод, там, что-то, бутербродики. Снова же нет правильных белков, правильных углеводов, витаминов, минералов. Поэтому мы начинаем есть больше, чем должны были в организм просто, мы не то даем, мы снова, просто мы снова не то. Мы начинаем есть больше, чем надо было бы, но при этом так и не получаем того, что нужно. Это тоже слайд Ольги Григорианова, точно так же в этом сайте она давала как причины того, почему для сегодня у нас есть лишний вес и проблемы со здоровьем. То есть мы вроде много едим, но при этом чувствуем голод, потому что голод так называемый белковый, витаминный, но мы его не чувствуем как витаминный, белковый, как мы просто как голод его воспринимаем и снова хотим есть. Ну, конечно, мало двигаемся. Раньше мы ходили пешком, мы ходили к телевизору, чтобы отключить, мы ходили там уже, вот сегодня у нас все заменили пульты, лифты, машины, нужно чуть-чуть больше двигаться. Если нет возможности ходить на спорт по каким-то причинам, то просто ходите пешком по стопенькам, ходите пешком 1-2 метра до транспорта, в вечернюю погулку себе делайте, что-то нужно делать, чтобы двигаться, чтобы не ставить, чтобы не было проблем с сердцем. И, конечно же, неправильное питание такойóm никуда. Большинство хрони Watch reporters заболеваний можно переключить, если перейти на правильное питание. К заболеваниям, которые можно переключить, это относится к тому, что это? Заболевания терпоросудов, атероспироз, заболевания желудочно-кишечного тракта, заболевания позвоночника, сахарный диабет, желающей каменной болезн NRT и другие, то есть те проблемы, которые сегодня имеют очень многие люди. Их можно переключить, если пройти на правильное питание. Так, сайт у вас красиво, я уже вижу, да? Это как-то в программе, когда он соскакивает, сделает красиво, он выглядит некротиво, но я вам расшифрую. По данным ВОЗ сегодня, какие факты мешают людям жить хорошо? Избыточное потребление жиров неправильных и неправильных сахаров, неправильных приводов всей популяции, по всему миру. И достаточное потребление витаминов, микроэлементов. И вот из-за того, что мы неправильно питаемся, прогноз такой, что к 2030 году, в общем-то, через 15 лет уже, через 14, неинфекционные заболевания, то есть заболевания, вызванные неправильным образом жизни, унесут жизнь 52 миллионов человек. Думайте, вот эта цифра, она вообще ужасная. Причина, пожалуйста, правильное питание, гипотинамидность, отсутствие активности, алкоголь, ожирение. И уже сегодня 20% населения, жирного шара, имеют ярко выраженный диплеток белка, то есть именно тот диплеток белка, который на грани, на грани серьезного заболевания. Когда просто белька, это еще не ярко выражено считается. Итак, белки. Это вечно, которая стала служить основной строительным делом докладочных человек. Я уже пояснила вам, как мы потом их строим. Если бы из белков строилось здание, тоже такой пример приводилось, то слева вы видела бы здание, в котором достаточно белков, а справа, в котором нет, разрушенное. Также мысли, когда белков много, мы энергичны, мы хорошо, мы хорошо выглядим, все прекрасно, все супер. Когда белков не хватает в нашем организме, мы такие вот малоэнергичны, нам все плохо, нам все не так, мы на слабый иммунитет, мы подвержены стрессам, мы подвержены заболеваниям, мы такие вот рохленькие, как вот это вот здание. Как мы знаем, большинство людей, куда вы спрашиваете, какие источники белка вы знаете, пунктом номер один называют мясо. Действительно, мясо – это источник белка. Как я уже сказала, для того, чтобы мясо превратилось в аминокислоты, из которых и строится оболочка вот этого, нужно время. Не за одну секунду мясо превращается в аминокислоты. Хочу спросить сейчас в чате, как вы думаете, сколько времени необходимо, чтобы мясо преобразовалось в нашем организме в аминокислоты, вот эти вот, из которых и будет строиться следующая клетка? Препишите в чате, в вашей версии, как вы думаете, сколько времени нужно, чтобы мясо превратилось в аминокислоты? Несколько часов, дней, минут, секунд. Любые ваши предположения принимают. Аня, спасибо, да, Аня уже сегодня первая сомнительная, сразу встретила правильно. Единственное, чтобы мясо превозралось в аминокислоты, необходимо от 36 до 72 часов, в зависимости от того, какой тип это мясо. Почему я на этом делаю акцент? Как раз-таки к тому, я вам говорю, мы не сочетаем животные, точники, булка и растительные. Если у вас только животные, точники, булка, то этого не хватает. Смотрите, вы съели кусочек мяса, пусть он даже приготовлен на пару, все правильно, все хорошо. И вот пошел отсчет часов. Как вы передаботаете? Через 7-2 часа оно усвоилось окончательно и превратилось в аминокислоты. Но усвоилось оно не на 100%, только на 20%. Почему? Потому что температура нашего тела 36,6 в нормальной состоянии. Вдумайтесь, пожалуйста, что произойдет с кусочком мяса, если просто положите его вот в комнате, на улицу, при температуре 36,6. Что же там произойдет через 7-2 часа? Оно, мягко говоря, испортится. Вот точно так, в нашем организме, при такой температуре оно перерабатывается. И то, что пошло в переработку в первые часа, оно действительно успело преобразоваться на кислоту и пошло настроение. То, что пошло в последующие часы, оно просто испортилось. Ну, сгнило в нашем организме, организмом. Будет очень большая нагрузка, чтобы переработать это и вывести из организма. Поэтому, если вы только животные из очки белка питались, то, во-первых, вы съели сегодня, когда-то, знаете, только через 3 суток, у вас, соответственно, как это строится. А сегодня из чего это строится? Что они будут делать сегодня? Сегодня не из чего получается, да? Поэтому важно дополнять растительные из очки белка. Допустим, даже та же рыба, она уже чуть быстрее выставит. В 20-30-6 часов. Молочные продукты 10-15 часов. Растительные белки 6-8 часов. Некоторые там в виде смузы, вы готовили 3 часа. То есть комбинируйте, чтобы у вас постоянно был приток белков. Без них вы как разрушенное здание. Нехватка белков вызывает огромное количество проблем. Пожалуйста, еще раз. Упадок сил, работоспособность снижает организм, хуже сопротивляется, потому что антитела мне еще востроятся. Дети, если не хватает белков в питании, тела развития, они малоактивны, либо, наоборот, виперактивны. То есть это основной строительный металл. Это основа. Если вы будете пить супер дорогие витамины, и там, смотри, что все в локальном пожарном виде, но не будет белков, вы можете вообще на все это поставить крест. Белок – это основа вообще. Основа всего-всего-всего. Без него не получится ничего. Помните, что проблему, вот еще раз, слайд пригорях, дублирую, посередине ровненько написано. Проблема в том, что сейчас дефицит белков у всех людей. Давайте быстренько пробежимся. Стандартный обед в столовой на заводе, на предприятии. Салатик. Например, там, не знаю, капуста. Правильно, кстати, капуста, морковочка, масло. Есть белки, нет белков. Суп. Суп, claro, есть картошка, макароны, это быстрые углеводы, все. Есть белки, нет белков. Второе. Много каши, например, или много картошки, это быстрые углеводы, опять же. Если картошка, то я говорю, что каша, то не всегда, это быстрые углеводы. И кусочек мяска, вот чуть-чуть белка. И потом еще компонс, булочка, то снова быстрый углеводный. То есть обед на 70% углеводный, на 10% он белковый и еще 20% жиры. Вот вам наглядный пример того, что сегодня рацион питания человека практически без белка. Что же делать, если есть выход? Выход есть. Выход есть и он заключается в том, что мы можем дополнить наш рацион высококачественным белком, который разработали специалисты из Швеции. Потому что, конечно, я просто представляю себя на месте обычной женщины, которая должна поработать, ну-ка, представляю, чувствую себя, да, так же. Потому что нужно поработать, привести себя в нормальный вид, посмотреть, что в семье все было в порядке, все все дела, и к этому нужно еще высчитать. Что я себе такое приготовлюсь, чтобы мне там белок и сейчас усвоился, и через 10 минут, и через, там, полчаса, да, и через 20 часов. Я тут грибочков, а там того, это же, ну, сколько времени, ну, целый день там посвятить. Это сложно. Поэтому сегодня в Агилеосе, ну, не сегодня, а уже несколько часов в Агилеосе, это центр в экологически чистом районе Швеции, который расположен, занимается вопросом изучения влияния питания на жизнь человека. Был разработан прекрасный продукт, белковый продукт для здоровых людей. Профессор Сикстен, разработчиком, его является доктором медицинских наук, он является номинатом Ногелевского премьера, у него огромное количество изобретений, которые сегодня в всем мире приносит пользу людям, например, аппарат непремого массажа сердца, или у тех, которыми снабжены все машины скорой помощи в Скандинавии, и в момент, когда они не поменяли эту аппаратуру, в 8 раз увеличилась выживаемость пациентов по дороге от дома до больницы. Или специальный раствор, в котором донорский орган хранится 24 часа, а до этого максимум 3-4 часа он хранился. Огромное количество способов жизни на счету этого человека. Одна из его разработок, то белковый коктейль на червебах, изначально разрабатывался вообще для того, чтобы поддержать людей тяжелобольных в постоперационный период. То есть человек, когда стихотворение занимается аппаратом сердца и легких, он говорит, что сама операция проходит чаще всего хорошо, а проблема потом в восстановительный период, человек лежит без сознания, и очень сложно приживается орган. А почему сложно? Давайте вернемся к моей логической цепочке. Орган новый. Система, существующая в жизнедеятельности. Этому органу нужно прижиться. Важны веточки образоваться, которые, ну, связующие в длину, выступят над новым органом и организмом человека, который у него был до этого. А в клетке еще можно строиться? А из белка. А человек без сознания, откуда этот белок брать? У него нет питания полноценного, клетка имеющего строится. Вот он и долго-долго восстанавливается, и не стоит от него это хорошим результатом. И Сиксель решил придумать такое белковое питание, которое можно будет даже людям давать без сознания. Потому что он был в такой межутком виде. Он придумал коктейльный черепаланс, и прекрасно пошел процесс. Стали хорошо восстанавливать, и все. А потом уже произвели различные исследования, в течение 8 лет они шли, в ходе которых изучили, как же в целом коктейль будет влиять на образ жизни, на здоровье человека обычно. Пришли к великолепным результатам, о которых я вам сегодня тоже расскажу. Во-первых, когда уже пришли к этим результатам, было принято решение коктейля запустить производство. Коктейль обрел вкусы, потому что дайкл был без вкуса, ваниль, клубника и шоколад. Три вкуса. Потрясающие вкусы везде. И везде сразу хочу обратить внимание, арунцизаторы не идентичные натуральные, а натуральные. То есть вообще состав этих коктейлей 100% натуральные в общем и целом. Это подтверждает сертификатор. У нас очень много сертификаторов. Рекомендована стация диетологов и психологов. Рекомендована шведская стация психологов. Российско-академы и психологов. Может, стандарт GMP. Это стандарт, который сегодня в мире, это стандарт, который... Самый высокий стандарт качества фарматистической продукции. То есть, если продукт производится и подается в аптеки впоследствии, то выше, чем стандарт GMP, не существует. Все продукты из стандарт GMP, значит, там самое лучшее сырье, самая лучшая технология, самый лучший результат, самый лучший ученый производитель. То есть, там столько должно быть критерий, что продукт будет стандарт GMP. Просто невероятно. В Беларуси сегодня нет ничего больше, что имеет стандарт GMP, кроме продукции, о которой я вам сегодня рассказывал. Это очень высокий стандарт качества. Можете про него почитать в интернете, когда она доступна в более время. Вот долгие годы, о которых я говорила. И когда уже продукт был изобретен, в России мы также прошли тесты. Клинические испытания на базе Российской академии медицинских наук и питания. И этот продукт был рекомендован, не просто одобрен, он был рекомендован применением в пролонгированных схемах, в общем, русским языком говоря, на протяжении долгого времени людям, которые заботятся о своем здоровье, всем группам населения, абсолютно каждому, не курсом, не циклом. Это не лекарство, это просто обычный продукт, который помогает на питании, очень полезно. В чем живут действительные свойства, Россия? Здесь составят три источника белка, яичный, молочный, зеленого горошка. А также есть правильные углеводы, то есть не шоколадка, конфетка, булочка, которая здесь неправильная, а именно правильная, шиповник, яблоко, цекла. Все это вместе замиксуется, да, в коктейль, измельчается и в виде сухой смеси продается. А в чем особенность белка, которые здесь? Здесь, конечно же, не глюченый зеленый горошек, прям не яйцо, у вас прям потёртое, сларенное, да? Все эти белки, они уже частично расщеплены до аминокислоты, частично расщеплены. Поэтому для того, чтобы белок, который получился с коктейлем, превратился в аминокислоту, из которой, в общем-то, и будет строиться, возвращаемся к нашему наглядному телу, стеночку вот этой клетки, нам нужно не 72 часа, а не 36 часов, не 3 и не 8, а всего лишь 24 минуты. То есть вы пили коктейль, и уже через 24 минуты у вас начинаются строиться клетки. Вот у меня это прекрасное решение. Я утром выпиваю коктейль, и я поняла, что как бы ни прошёл мой день, будет у меня сегодня день на полноценное питание, время хорошо будет у меня, и у меня сегодня будет день сумасшедший, и я ничего не успею. Как минимум, да, у саморганизма необходимо, и у меня сегодня клетка будет строиться нормально. Мои внутренние органы, кожа, волосы, не пострадают от этого, потому что у меня сегодня, уже через 24 минуты, будет выстраиваться хорошо клеточки. Очень похожий продукт на этот продукт, тоже белковый, суп. Томатный суп есть из фарша. Коктейль, он как десерт, но он не у меня составит сахара, но он по вкусу сладкий, потому что яблочко, шоколад, всё это составит, даёт сладость. И он готовится на холодной жидкости, например, молочко, кутир, йогурт, вода, взбалтовая цепь, в общем-то, вкусненький, такой, как перекуп. Суп, конечно же, он не как-то суп, это горячий суп, и он, конечно же, не сладкий, вкусный, да, потому что это суп. Но по составу схожи очень, очень схожи. Тоже белки, но и других чуть-чуть источников. Смотрите, если там надо будет составить источник, это молоко, зелёный горошек и яйцо, то здесь это соя, картофель и тоже зелёный горошек. Это важный момент для кого? Для тех людей, которые любят себя вегетарианцами. Потому что в коктейле есть, получается, и животные сочники белка, а есть только растительные сочники белка. Коктейль очень, суп очень вкусный тоже. Он по консистенции, что средний между обычным супом и супом туре. То есть он более жидкий, чем суп туре, но более густой, чем обычный суп. Его можно своими добавлять. Я, например, люблю какие-то овощи прямо туда. Или, например, гречку туда мне можно добавить, и суп получается тоже очень вкусный, чтобы зелень какую-то можно добавить. Можно просто, как у вас, к вашему вкусу. И тоже это прекрасный источник белка. В общем, кто призык завтра чем-то слабенький, то для вас коктейль, кто призык кушать, ну так, кушать, да, завтра, то суп или суп можно заменить не обед, а дополнить обед. Можно ужин, да, для тех, кто хочет, например, похудеть, смотрите, прекрасный способ заменить коктейлем либо супом ужин, потому что очень мало калорий, и там, и там. В супе, там, наверное, так, я не проскочу, или два, три, пять. В общем, в супе 106 калорий, 97, зависит от вкуса, в коктейли 65 калорий. Но при этом и после супа, и после коктейля, он примерно 3-4 часа не хочется кушать. И если вы пришли домой, поужином, например, 7-8 часов, или спать 10-11, то вы уже не захотите кушать, и, конечно, прекрасный способ, естественно, на снижение веса, не безразумительный диет. А почему не хочется кушать? Помню, что такой голод. Голод, так как организму не хватает. Белков, сыров, углеводов, битаминах, минералов или воды. Вы ему дали сейчас то, что ему нужно, он без разного голода. В каком-то время он насыщается, ну, хорошо, он без разного голода. А если вы, наверное, вернулись к картошечке с сосиской, нормально, чтобы вы еще раз захотите кушать, через 2 часа, потому что вы не дали тому, что нужно вашему организму. Вот он ответ на вопрос. Как я уже говорила, вставили как-то лейтенитные углеводы, которые можно держать на мерзи. То есть не только белок, да и сразу тоже и углеводы. Продукт медный сниженический индекс, это важно. Это не провоцирует скачков уровня сахара. Это подходит даже в диетах, которые садают диабетом. Я сейчас, в это время очень ограничено, не буду рассказывать такое медный сниженический индекс, но это очень важно, чтобы не провоцировать проблемную диабета, и чтобы не тормило вас к сладкам. Ну вот какие-то исследования от коктейлей. Снижение чувства голода в 27% людей больше отмечалось, чем без коктейля. То есть на 20% людей меньше хотели кушать те, которые пили коктейль, чем те, которые не хотели, не пили коктейль. И на 40% повышают чувство насыщаемости. То есть часто в этом коте, потому что, а сейчас грызомыш, что-нибудь. Вот на 40% у людей, которые пили коктейль в контрольной группе, чувство проявлялось меньше, чем у тех, кто не пил коктейль. Я думаю, что это прекрасный институт. Ну и, конечно же, вес. Я сразу скажу, будет уходить только у тех, кому нужно, чтобы он не хотел у кого. То есть продукт не без снижения веса, а для контроля. Если у вас вес внешнего веса, он не уйдет. Если веса не хватка, то можно даже определенным образом по тебе как-то изобретать вес, кстати говоря, можете просто обратиться с такими схемой, прописали, как, ну, в какое время все такое уж тогда. Вот. И у кого есть лишний вес, то, естественно, легко, без этих там изнуреющих, изнуреющих моментов, средний вес снижается на 5,5 кг за первые полгода и на 10 кг за год. При этом все участники отмечают прилив энергию, силу и улучшение настроения. Почему? Потому что, когда мы садимся в какую-то диету, вечно нам не в плохом настроении. Нам то есть, это не так, то не я. Нам, просто, все равно не хватает таких микроэлементов. Организм не стоит в стрессе. Ну, не так, у вас все плохо. А ведь нам, наоборот, хорошо. Потому что организм получается то, что нужно. У нас прекрасное настроение, все кистры у него, да, у этого организма. Поэтому, если кто хочет ухудеть, то мы расскажем, как, что. Как я уже говорила, продукт и волосы стоит низкую калорийность. Что-то из колорий, например, как яблок. После яблока мы через полчаса уже хотим кушать, а после коктейльчика все четыре часа не хотим. Итак, коктейль на черепалах, то необходимы белки и углеводы в нашем организме. Ну, условно, что нам нужно еще получить жиры, витаминные невероятные. Кстати, с тем самым с углеводами разобрались. Постарайтесь не кушать сладкое, как коктейль в этом поможет, снижая рецепт сладкого супа, ежедневно потреблять коктейлем, потому что меньше хочется сладкого. Я это очень четко отведела на себе, у меня в разы все это хотелось потребить, а не только просто в разы. Белки старайтесь взять животные, растительные и обитательно дополнить коктейлем, чтобы не рассчитывать все эти сложные системы, потому что невозможно сегодня, к сожалению, в этой жизни это сделать. Откуда же мы с вами получим правильные жиры, витаминные минералы? Вот такой продукт у нас для женщин и для мужчин существует. Внутри коробочки два пакетика, вот в каждом пакетике четыре капсулы. Эти капсулы все продаются по отдельности в отдельную баночку, но чтобы мы с вами не покупали баночки отдельные, для нас все подумали, объединили все воедино. И мы объединили в один пакетик, в одну коробочку. Мы открываем пакетик, сразу все убиваем, и мы получаем что? Что ж мы получаем? Витаминные минералы в серой капсуле. Отдельно для женщин, отдельно для мужчин с учетом особенности женского или мужского организма. Они здесь безопасны для ежедневного потребления, потому что витамины делятся, вот это сейчас важный момент, смотрите, чем отличается аптечник. Витамин делится натуральный, полунутуральный, синтетический натуральный, взяла пельсинку, пахитил, съел натуральный витамин. Синтетический, это когда пришли профессора в лабораторию и химическим способом абсолютно создали витамин, мы его не взяли в записи, мы его создали, это синтетический витамин. Как правило, потому что такой витамин очень много вспомогательных элементов, вешек, каких-то агентов, в общем всего-всего, чтобы этот витамин создать. А пол-натуральный витамин, когда взяли апельсинку, тоже принесли в лабораторию, из нее достали витамин С, в нужном количестве потушили, закапсулировали и дали. Вот организму нашему регулярно, каждый, нужны натуральные или пол-натуральные витамины, не синтетические, не только курсы, не нужно пить, потому что, если мы видим синтетические витамины здесь постоянно, у нас были побочные эффекты. Раздражение на коже, изменение цвета и запахов выделений, когда мы идем в туалет, у вас, может быть, такое наблюдалось, когда с витаминами все такое происходит. Это все организм будет, это химию пытается. Воспаление, литрические реакции, если мы вместе долго здесь, когда в жизни подтверждено, что мы 100% безопасность витаминального потребления, потому что стамины пол-натуральные, а мы без них не можем существовать. И, к сожалению, сегодня мы не можем получить в должном количестве фруктов овощей. Почему? Потому что сейчас очень ухудшилась экология. Дожди кислотные. Почва удобряется химикатами, поэтому овощи и фрукты получают стамины мировой из почвы. А в почвах их сейчас почти нет. И, соответственно, в рухах, в рухах тоже их мало. По соответствии данных, в последний дизайн-капуста, патриотинский фруктов, это допкается на 81% железа. Яблоки поцелены 40% железа, 42% железа витаминного потребления. За счет того, что применяются химикаты, ухудшаются экологии, и все это происходит. Поэтому, друзья, сегодня был такой интересный спектр, который произведен. При сегодняшней экологии подсчитали диетологи, сколько нужно в курсе овощей и фруктов человеку в день, чтобы получить точную дозу витамин и минералов. Так вот, в день нужно кушать таких три круглых стола. Каждому человеку фруктов и овощей. Представьте себе только, если у вас пища на семьи, каждый день 9 столов. Завалите кустыми овощами и скушайте. Это мало того, что финансово это невозможно. То есть у вас весь доход на один день ты уйдет примерно, наверное. Ну, степень захватывающего брать. А в трех это физически невозможно. Как-то можно съесть три стола, овощей и фруктов. А если мы этого не делаем, мы витаминов не получаем. Вот там будет и круг. То ли объяться и лопнуть, и подрать себе где-то один день, мы при этом быть с витаминами. То ли сесть сколько получать и быть без витаминов, и из-за этого иметь последствия в здоровье. Потому что не хватает только одного витамина, вылечет за собой до 60 видов различных заболеваний. То есть у нас все-все витамины есть. Урхо Б есть, Е витамин, там все, Д на месте, все. И не хватает витамина А только одного. То есть, а витамина А не хватает. Вот не хватает только одного витамина, может вести за собой по повлече. Это уже 50 видов различных заболеваний. А если у вас двух витаминов нет, а если трех, то это действительно очень серьезный момент. Витамины будут быть те же темы, не курсами. Курсами, это такое распространенное заблуждение, это того, что раньше у нас все как бы только синтетические витамины, потому что подписывали курсами. Витамины, они делятся в две группы, жирорастворимые и водорастворимые. Жирорастворимые, да, они накапливаются немножечко на какое-то время небольшое. А водорастворимые, они растворяются в воде. И водой же вымываются. То есть, они ровно один день в организме работают. Вы сегодня выпили, завтра их уже нет. Невозможно витамины запустить. Невозможно. Каждый вы должны их получать. Каждый, не обязательно. То есть, ну, это еда. Фрукты, овощи, насекущие постоянно. Поэтому, так как сейчас в фруклах, овощах нет этого всего, то мы должны поставить курс витамины, только правильное, не сместительское. Вот цифры, пожалуйста, вы сейчас видите их на экране. У 70% населения нехватка артемида С. У 60% нехватка каротина. Кальций, несоточное потребление повсеместно. Несоточное потребление повсеместно. Внизу там есть омега-3, жидные кислоты, по которым за не насыщенность. Каждый, 60% населения нет. То есть, здесь сегодня это является серьезной проблемой. Вы должны помочь себе, в первую очередь. Геменная норма, вот, пожалуйста, вверху в картофакетике в МСП. У женщин, в общем-то, многие не повторяются, некоторые отличаются. У женщин больше железной полевой кислоты, потому что у нас есть ежемесячная кровопотеря. У мужчин больше селенной магнитной физической вымасленности. Потому что мужчины больше нагрузку на себя, как правило, чем женщины. Ну, и образом жизни, и физическими нагрузками тоже. Поэтому подобраны вот таким вот образом. Дальше. Омега-3. Вот витамины получили, минералы получили. Омега-3, желтые капсулы. Вот это как раз-таки те самые ненасыщенные жирные кислоты, которые нужны нам, в самихах. Это те самые правильные жиры, из которых будут строятся остальные 30% клетки. Которые делают такой эластичный 30% белок. Ну, есть, 10% белок, 30% ненасыщенные жиры омега-3. Вот они нужны нам с самого рождения. Всем. Абсолютно каждому. Потому что они вообще ничего не поддерживают с организма. Друзья, в Швеции, в Норвеге, в этих вот странах, во-первых, беременным женщинам рекомендуют увеличить дозу омега-3 жизненного потребления. То есть, она и до этого принимала омега-3. То есть, он при том, что уже в питании есть рыба, как бы в северных странах. Но рекомендуют увеличить, чтобы плод получал. Дальше время кормления грудью точно так же. А с 6-месячного возраста уже дают отдельно деткам. И в этих странах, слава богу, продолжительность жизни очень высокая. Детки меньше болеют и все остальное. Это надо делать. Сегодня все разные страны это понимают. Сегодня вообще омега-3, на самом деле, я думаю, что многие из вас уже слышали это слово. Сейчас очень многие рекомендуют и медики. Про америки вообще в мега-3 признать лекарством даже. Потому что прекрасно укрепляет сердце в сосуды. Помните, о реводелах, это очень эластичные. То есть, я говорю про суставы, про сосуды, то стенки, суставы, собственно, тоже эластичные. Что такое для этого происходит? Во-первых, к ним не прилипают к эластичным пунктам хлакцериновой бляшки. То есть, они действительно способны вводить хлакцерин. Во-вторых, существующие уже, которые есть, почему она привитит? Пытание неправильное, как будто бы рыхлое, к ним легко прилипает. И вот, каждый днём потребления медики-3, ваша стеночка становится всё более-более упробно и эластичным. И эта дняшняя холестерина, вы сможете там держаться, становиться, постепенно разрушаться. То есть, прекрасно укрепляет сердце, сосуды, суставы, великолепно просто. Поддерживает хорошее функционирование мозга, память. Почему? Потому что мозг, он держит с клеток на 70%. Эти потребности из друга на 30% из медики-3. И если вы не ребёнок, ваш, не успевает в школе, то, возможно, дело не в программе. Не в том, что он у вас лентяй, а просто в том, что элементарное воспитание, не сбалансированное, ему не хватает питательных элементов сегодня, чтобы нормально разобрать всю необходимую информацию. Про себя подумайте. Как часто мы взяли в день рождения близких, что отпущали, кому-то сделать, и забыли. Память? У нас нагрузка на мозг дико большая. Мозг не изменился в последнюю ситуацию, а нагрузка на много раз увеличилась. У нас нагрузка интернет, телевидение, на работе, там куча информации. Мы всякие курсы не посещаем. Мозгу нужно помогать. Иначе мы рискуем это получить в раннем возрасте болезненный геймер, который сегодня, к сожалению, является тоже проблемой очень большой в американских странах. Почему он привожен? Потому что там чуть раньше перешли на плохое питание. Потом это к нам пришло. Они сейчас имеют те проблемы, которые нам грозят через 10-13 лет. Они сейчас уже имеют. Если мы что-то пристрелим, то он у нас не ждет. А если мы не пристрелим, то у нас будет то же самое. Сладко воспалительные свойства. Здесь мы очень много омеги-3 свойств. Деткам всем нужно обнимать это обязательно. Взрослым обязательно. Причем деткам больше, чем взрослым. Потому что смотрите, у нас у них клетки вот эти. Пудра, я сегодня реклама, пудру делаю. Хорошая еще пудра, кстати. Вот у нас у нас у них клетки построены. И нам омега-3 для поддержания. А у деток они еще растут. Они развиваются. И деткам нужно больше омега-3, чем взрослому человеку. Если взрослому человеку рекомендуемая доза 600-1000 мг, минимальная 300, а можно 1,5-2 грамма, то деткам минимальная 1,5 грамма. Минимальная 1,5 грамма, не меньше. Особенность нашего омега-3 в том, что у нас особый сорт рыбы. У нас 100% натуральный рыбий жир. То есть он в составе, да? То есть он без искусственных средств, без консервантов. И оболочка нашей омега-3, кстати. Хорошо, я смотрю под рукой омега-3. Капсулка. Вот, ближе к камеру покажу. И эти капсулы. Подавляющее количество капсул самих делается из бычьего либо свиного желатина. То есть не при рыбе, а снаружи бычьего либо свиного. То есть внутри полезно, а снаружи так себе. То у нас делается капсулка вот эта вот. Я на патистане туда. Полностью из рыбьего желатина. У нас 5 ступеней очистки. И тоже у нас стандарт жир. То есть наша жир действительно очень классная, очень крутая. И не из печени тиски. Потому что омега-3 немножко опасна. Печень это какой орган? Это выводящий орган. Через печень выводят токсины. Если витамин вы с печени, значит нет, токсин будет сближаться. У нас нет. У нас есть мелкие рыбки, из тушек рыбки. Выбирается омега-3. Потом происходит 5 ступеней очистки, чтобы убрать. Все нехорошее, потому что по-моему, максимально все полезное. И покрывается оболочка тоже из рыбьего желатина. Прекрасный продукт. И как я говорила, это продукт, который имеет в воде трансжиры. Транжиры – это сегодня очень классный элемент питания. Это маргарин. Что это значит? Маргарин и все трансжиры. Это выпечка, сайлочек, картошка, фарень или просто картошка. Любое масло при нагревании превращается в трансжир. То есть любой маринный продукт – трансжир. Транжир – это страшная вещь, которая трансформирует клетки и нарушает цветы и цветы ДНК. Нарушает нашу наследственность, вызывает нечистые заболевания, заболевания крови. Ну, в общем, раковые заболевания. Очень много моментов. Очень много. Транжиры сейчас повсеместно. Транжиры повсеместно порт на здоровье людей. Их вообще нужно исключать. И вот если жиры насыщенные, например, как там сливочное масло, сыр, красное мясо. Это плохо для организма в большом количестве. Организм хоть как-то их умеет вводить. Транжиры организм вообще-то, ну, это химический элемент, он их не умеет вводить. Их начинает скапливать на клетках. Из-за этого клетка не может дышать. Она разрушается. В общем, это страшная вещь. А тема отдельного винара, на самом деле. У нас есть отдельный винар по мраморам, потому что посетите, если хотите. Так вот, омега-3 сегодня это единственный элемент, который может частично расщеплять транжиры и уварить их. Вы знаете, как, если вы уже грешите чем-то вот из того, что видите на экране, да, или просто жарите продукты, то вот обязательно купить кочки, чтобы хотя бы частично это вывести. Если вы не можете менять сливочку в питании, не можете, то хотя бы 20 минуты, чтобы хоть как-то перекрыть это в среднее вводить. Ну, третья капсула, последняя, там, астаксантин, это очень сильный антиоксидант, который нас защищает от внешнего воздействия. От радиатора, свободных радикалов. Помните, я говорила, что мы будем с вами как защищать экологию. Вот астаксантин, это, дайте, даже клетку, вернем. Вот клетка. В составе я вам не называла никакого астаксантин. Мне было, что нужны другие жирные. Нужны углеводные энергии, нужны витамины, минералы, не те, которые представляют всем процессам происходить. Слово астаксантин, такого сложного, красивого и умного, уже не было. И теперь астаксантин не оставит клеток. Астаксантин, вы знаете, он не надо был бы лет 20-30 лет назад. Но сейчас он необходим, потому что коллодия ухудшивает. Это как бронежилет вот такой, он только как колпак, понимаете? Она клетку одевает, она так и защищает ее. Вот лицо будет для ледика, летит радиатность, что-то внешнее изне в организме. А что такое астаксантин, которое хочет разрушить любую клетку? Она самая астаксивная, плохая, то есть агрессивные клетки на заболевание не ведут. И вот если аггессивная клетка одна в организме, она ничего не делает с вашим организмом, она не ведет здорово. Две тоже. Но если их сотни тысяч и миллионы, то потом возникают заболевания. Так вот, любая аггессивная клетка почему-то агрессивная? Хочет другую заразить. Вот нанесит эту клетку. Хочет ее разрушить. Если у вас недостаточно белков и жиров, то кэтка разрушается моментально, и она должна быть агрессивной поедет дальше, другие разрушают. Если белков достаточно и жиров, то кэтка пледенькая. Но если лицо будет на радикал, то это будет разносить его силы. Какой-то неразит, а какой-то разрушит. Так вот, астаксантин, это бронежитивная клетка, это чипит. То есть, когда беда будет ледить, будет врученную бит, стабить, 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 ничего что-то не делать. Она будет нормально функционировать, но не за сферу раздить. Это очень сильный антифенд, который позволяет нам защитить колпак. Колпак, который прекрасно защищает нас от технических водителей, благодаря этому меньше болели, даже простыдные заболевания. Я могу сказать, что в астаксе на последние шесть лет, то все это время я болела всего лишь один раз. Хотя раньше я болела взять пару раз в год, два-три раза в год в температуру. За последние шесть лет я болела всего лишь один раз. Хотя на этом жизни точно не стало меньше, там еще в моей жизни, кроме сопрепления, такая коктейля не поменялась, она уже значительно укрепилась. Кроме того, здесь еще черника, которая хорошо влияет на наше изменение. Ну вот, в общем-то, подводим с вами итог уже, да, последние слайды. Вот это пирамида здорового питания, которая рекомендована сегодня. Гавридская школа травоохранения. Существует пирамида. В основе пирамиды тоже должны быть в нашей жизни ежедневно. А в вершине то, что нужно ограничивать. Вот видите, основу фруктов и овощей, правильные масла, орехи, цельные зерновые продукты, каши. Чуть выше рыба идет и птица, да, чуть еще выше молочные продукты. Вот сверху там все эти ваши булочки, газировки, красное мясо там, да, говорятся раз в неделю, раз в неделю можно позволить себе. Вот видите, внизу, к чему это сейчас время доказано, не к тому, чтобы ее изучать, а долго изучать надо. Внизу, на одном уровне, с фруктами и овощами, с маслами, с цельными зерновыми, с целью слева. Вот вы смотрите, как слева. Баночка с футамины, написано ежедневно, мультивитамины дополнительные. Для большинства зерновых населений ежедневно. Это Гайбардская школа травоохранения. Почему? Потому что мы давно уже поняли, что сегодня, вот всем данным, они говорят, что в фруктных овощах не хватает, витамины, минералов не хватает. Я вам статистику показывала. И поэтому обязательно нужно дополнять свои ростовом питания ежедневно. И вот, опять же, слайд из доклада, где вы видите зависимость, влияние потребления витаминов, на протяжении жизни людей. На первом месте страна Амдора. В 83 годах люди живут, 78% потребляют витамины ежедневно. На втором месте японцы, 82 года живут, 90% населения потребляют ежедневно витамины. Не экология спасает японцев, понимаете? В Японии вообще беда с экологией. Помните, какая авария страшная была? Но при этом они на втором месте, потому что они сами тебя поддерживают, 90% населения при витамине. Швели, пожалуйста, на 8 месте. В 81 годах 70% населения. И вот цифра Россия. 57 лет средних после жизни всего лишь 3% населения потребляют витамины. Поэтому конкретно дополняйте. Помните, что витамины, помните, отметить, что белки, жиры, углеводы, витамины, мел, друг другу, они не усваиваются. То есть, если у вас, например, витамины, но нет жиров, то часть витамина к нему в свойстве, потому что есть витамины, которые состоятся только в жирной среде. И тут опять же, спасибо создательному инспеку, что мы пьем пакетик, и тут сразу омега-3, и витаминка омега-3 создает жирную среду необходимую. Некоторые витамины не усваиваются без белков, поэтому очень важно и белки, то есть коктейль, например, как собирающий белков, и витамины. Вот у нас вообще в ассортименте много продуктов, можно всех изучить, она всем помогает приобретать здоровье, и вот продукты, программы, про которые я сегодня говорила, это очень простые эффективные решения. То есть, какое решение я предлагаю? То решение, с которым я живу уже последние 6 лет. Я каждый свой утром начинаю с коктейля. А когда я коктейль, я тут же выпиваю в ассортимент. И уже после этого, на протяжении, я просто стараюсь следить за тем, чтобы наступали ко мне правильные продукты, если это получается, и меня не тянет к неправильным продуктам. Не потому, что я себя не запрещаю, я ничего себе не запрещаю. Мне не хочется их, потому что мой организм утром получил то, что нужно. Это действительно очень просто. Утром, это гораздо проще, чем приготовить завтрак. Каша варит долго, после него послужит долго. Коктейль готовит ровно одну минуту, и его любят все. Взрослые дети, он полезен всем. Все его просто обожают. Вкусно, полезно, быстро, питательно. 3-4 часа после этого не хочется кушать. Можно поспать на полчаса дольше, да? И благодаря этому чувствовать себя еще и надлечнее. Если вы убиваете утром порцию бактерий в инспекте, вы получите столько витаминов в инспекте, как во всем топливом веществе на экране. Витамины группы В, например, очень мелко, да? В полиевой кислотах в 440 граммах красной капусты. Витамины группы В6, как в 16 бананах. Витамины группы В, как в апельсинстве. Все это скушать на банке, это же нереально. Физически невозможно, что приготовить, сколько времени это понадобится, даже статистически вы можете сделать, да? А здесь выпиваете вот сельчик, потрясающе вкусный. Выпиваете в пакете Клова-Сот, и все это вы получили. Вот эта программа называется Волна-Слайф-плюс. Волна-Слайф-плюс, которая поздно там, нельзя сидеть, вообще быть на качестве, на такой уровне жизни. Если вы будете вообще по-другому чувствовать, вы забудете такую усталость в среднем рабочего дня, вы забудете такое переключение будильник, что у нас должно быть все устать, вы забудете такое апатия, плохое настроение, плохое... Вы просто просто забудете. Конечно, первые результаты вы говорите через неделю, через две. Вот прям вообще, через неделю будете вообще себя по-другому чувствовать. И эти программы есть в двух видах. Есть для тех, кто все устраивает в плане веса, просто для жизненной энергии у нас один продукт. А вторая программа, те, кто хочет снизить вес. Это отдельная программа движения веса. И напомню вам еще раз, влияние вот этого, насколько важно наше здоровье. По данным ВОЗ, до 80% случаев развлектования неравидейшемыческой болезни сердца, 90% случаев берега второго типа, отмечившегося заболевания, можно предотвратить и степить здоровое питание, отказаться от курения, вытескивать активность. Все это в наших руках. Питание, вот я вам сегодня сказала, в руках. Все просто. Все очень просто. Если хотите более глубоко изучить эту тему, то у нас ставится онлайн в ВОЗ-клуб, где раз мы делим, мы отдельно глубоко разбираем каждую тему. Например, в эту тему разу правильный завтрак темы. Будет тема один и жиры, тема просто, например, ровно час, только про каждую категорию, чтобы уж очень глубоко иметь знание, кого это интересует. Сегодня было такие знания, которые по вселенной жизни напишутся легко, любому человеку, сек, коктейль, все. И ты забудь, побежал дальше. Если хочется более глубоко, пожалуйста, вообще есть такие знания. Там очень интересно много всего. Очень много научных работ вышло во время создания и работы с этой продукцией. Очень хороший состав у продуктов. Натуральные ингредиенты, нет искусственных добавок. Продукция продается в аптеке в Беларуси. Я отмечаю это. То есть любой житель в Беларуси может прийти, купить. Для тех, у кого есть дискотная карта, личный номер, личный кабинет на сайте Алифлэйм, приходите в аптеку, называете номер своего личного кабинета, свою дискотную карту, которые на литрине делают стиху, два из компаний. Адинфантов очень много. По всему миру люди сегодня управляются в своем здоровье. У нас есть волоскоп, который позволит вам разобраться с другими составляющими. Сегодня мы только поговорим немножко про питание, немножко про добавки. Мы разберемся с тысячельской активностью, мы разберемся с самочувствием, с этим настроем. Расписание вверх нет, пишите мне в личку, я вас возьму. Я люблю вас скупать. И, конечно, как доказательство качества, это премия здорового питания. Премия здорового питания через Нароссийская Академия Исследовательских наук и включается раз в год тем организациям, которые проявляют сюда лучше всего в определенных номинациях. И были проанализированы, взяты на конкурс все витамины, которые продаются на сегодняшний день на российском рынке. Их, конечно, очень много. И наши витамины, мы заняли первое место в номинации «Лучшие витамины». Среди всех витаминов, которые продаются на российском рынке, мы стали лучшими. То есть до того, как мы с вами получили, мы тогда могли говорить о собственных эмоциях. К тому же, на чем. Сегодня это подтверждено Российской Академией Исследовательских наук. Это главная организация по здравоохранениям в стране. И нам больше, что витамины эти лучшие. Конечно, по-своему, на данном языке, пробные витамины на эти. Все туда не спрашивают, потому что, если людям хочется покупать это, нам нужно покупать лучше. Поэтому концерт «Срава» действительно помогает вам вынести хорошо чувствовать себя прекрасно. Наши волны выбирают известные люди, такие как «Королева Шведская» и «Сильвия», где любили вкус коктейля, такой лудничный. Мадонна, потребляет астаксантин уже очень давно и называет его советом своей молодости. Королена Возняк, известная теннисистка. Обожает наш коктейль. Евгений Плющенко, олимпийский чемпион, волны спектр мужской и коктейль рекомендует. Ирина Слуцкая, пятикратная чемпионка, семикратная чемпионка Европы по фигурному катанию. Рекомендует волны спектр и коктейль, может быть тоже на вторую интервью. Сергей Рудник, пятикратный чемпион мира. Эти люди, спортсмены, известные люди, королева, они все выбирают как-то все здорово самое лучшее, потому что их результаты напрямую завезли здоровье. Напрямую, да? Ну и, конечно же, как я говорила, можно спросить, как люди, как спросить, обращайтесь, мы вас возьмем в группы, направим, поположим, немножечко, в направлении такие моменты вы снимаете. И вы сможете также сделать лучше своему здоровью. Ну что ж, у меня, в общем-то, вся информация. Я скажу, подытожу, что стоимость волны спектр и коктейля вы можете узнать из своих спонсоров, тех, кто у нас сегодня предлагает вебинар. Каждая четвертая упаковочка по программе лояльность у нас где-то скидка 95%. Это очень выгодно. И кроме того, потребляя вылаз, можно еще получить огромное количество подарков. Кроме здоровья, кроме прекрасного самочувствия и еще подарки от компании. Я думаю, что это является очень приятным бонусом для каждого из вас. И сейчас я хочу все жду-жду в комнате, вот прям, не знаю, уже растягивала конец, и сначала не сделала, потом уже отбор растягивала. Хочу перед словом Денису Бирюкову, которого все как-то не вижу. Я в комнате, да, может, я в комнате Денису Бирюкову подскажет, может, он с кем-то сегодня поменялся, потому что сейчас мы с вами закончили говорить про здоровье. А, и важно, но еще про здоровье. Если вы хотите приобрести что-либо из этих продуктов, то вы это делаете не через сайт. Заявка оконнается через сайт, а покупка отрицает в аптеке. Потому что, действительно, это продукт, которым, которым нужно относиться немножечко, так, серьезно, и нужно иметь. Я, например, очень сразу доверилась, потому что, когда узнала про аптеку, я поняла, что это очень безопасно. Правда? Поэтому, если кто-то хочет купить, позвоните тому, кто вас приглашил, либо напишите, чтобы оформить заявочку на сайте, а купить аптеку. Потому что заявочку на сайте не оформите, тогда вы придете и купите по цене аптеку. Вы же все хотите 20% дешевле, чем аптеке, 20% дешевле, чем на литрине будет. Поэтому обязательно позвоните и, конечно, всем здоровья, прекрасного самочувствия. Берите пример тех, кто это я уже назвала и будете себя прекрасно чувствовать. Я думаю, что многие из вас уже готовы поделиться результатами, что давно с вами, а всем остальным, кто только сегодня первый звонил, я желаю получить тот, от которого вам хочется от определения этой потрясающей продукции. Ну что, я не знаю.